начнем с повторения утилиты dd мы как-то делали бэкап разделов но наверное сделаем это еще раз снова сделаем два раздела сделаем из одного из разделов бэкап и потом остановим на другой раздел есть утилита и в диск удалить партишн даже 2 личные создать заново сделаем маленький раздел 50 в один раздел от 1 сектор . сектор и вот здесь уже отличный еще один да и там побольше 60 теперь мы можем создать этап соответственно что нужно убедиться в том что у нас разделы отмонтированы что их нет списка смонтированных вот один кстати есть затем нужно убедиться что нам хватит места на новом разделе если мы сделали бэкап раздела 100 мегабайт нам нужно чтобы у нас туда куда мы восстанавливаем точно было 100 мегабайт иначе не полностью восстанавливается и будут ошибки и также стоит помнить когда мы восстанавливаем тот раздел в котором мы восстанавливаем на тот диск он будет перезаписан полностью нам нужно сделать резервную копию предварительно чтобы сделать резервную копию мы используем утилит .dd который как мы помним делает просто полную бинарную копию откуда input файл вначале скопируем чтобы показать что работает мы скопируем какие-то файлы на раздел там установим на другой раздел посмотрим что эти файлы там есть смонтируем да что то там скопировалось итак теперь сделаем копию но вы видите на что что то не получилось на размеры раздела 500 гигабайт они 50 гигабайт скорее всего из-за того что у нас был смонтирован раздел давайте повторим операцию записать и еще мы не создали файловые системы вот такой вот «КФС» 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 Похоже, мы правы, да? Ну да, да, подсистемно, да. Не скопировали. А? Не скопировали. Да, я хотел посмотреть ещё на второй диск. Да, идёшь по-нашу. Угу. 52 не бывает. Отлично. А теперь восстановить. Немножко наоборот. Склоннее, это наш образ. И. И. Ну то есть мы сделали полную копию 1.1. Восстанавливается полностью раздел. Это способ восстановления полностью данных 1.1 бинарных. Вот. Мы можем точно так же сделать, допустим, копию не раздела, а копию диска полностью. Со всеми разделами. И. И. В том числе загрузчик скопировать. То есть полностью вся информация на диске скопируется 1.1. Если вам нужно просто склонировать диск. то это более быстрый способ, чем пытаться скопировать файл и установить загрузчик, например, на его диск. Плюс более простой, безболезненный. Что делать, если нам нужно достать из нашей копии какие-то файлы? Мы можем смонтировать этот образ как дисковое устройство. Ну, опции. Рута. db1. db1. t. Так. У меня там. Ну давайте мы добавим что-нибудь. b1 по-моему свободное. Да. Правда, скорее всего он смонтирован в режиме только для чтения. Однако нет. Ну а таким образом мы можем в том числе достать из образа диска какие-то конкретные файлы. отдельные. Что еще можно сделать? Мы можем создать файл какого-то заданного размера для тестовых целей, например. нам нужен источник данных какой-то. И он у нас есть. db0. генератор. Да, т.е. генератор Malay просто. Of какой-нибудь файл. генератор. И чтобы задать размер. db0. db0. не помню сейчас. Посмотрим если что. Мы можем указать размер блока. Например 1 мегабайт. И количество таких блоков. 10 мегабайт. Ну там 10. Значит не ds. 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 500 гигабайт. У нём есть раздел 10. ивнего значений. Да. Если мы будем делать полные копии всего диска, то он нам создаст на 500 гигабайт файл полезных данных всего 10 гигабайт плюс, допустим, загрузчик, то есть файловая таблица и прочие такие вещи. Мы можем, например, перенаправить этот поток данных в утилиту jzip, например, для сжатия. Но мы получим все равно размер образа сжатого больше, чем размер полезных данных. Но мы можем указать, сколько данных скопировать с диска. Точно так же, например, у нас есть данные в разделах. И у нас вот здесь, например, размер блока 512. Последний блок первого раздела. Вот он. Таким образом, можем указать в DD, допустим, здесь размер блока 512 и количество. Мы скопируем все данные от начала диска до последнего блока, до конца первого раздела, например. И таким образом, мы можем скопировать не весь диск, а только определенный набор данных от начала диска, например. Здесь не будет ошибки, что начинается с 2048-2040? Нет, там еще служебная информация, это самая таблица разделов. И она полностью скопируется, и у вас будет полностью рабочий диск. Но потом придется... Если, конечно, вам понадобится увеличить раздел, то вам придется его разжимать. А, по-моему, где еще можно? Да. Если вот разделы там... Ну, вот... Отдельный раздел, но заполнен не полностью. Можно как-то с помощью DD скопировать только полезные данные, которые там есть? Мы как бы не знаем, да? Тель-то DD, но, по идее, просто у вас скопируют бинарные данные. Мы не знаем, где там конец полезных данных в разделе. Да? И если мы скопируем меньше раздела, то мы, может быть, что-то упустим. Поэтому... Точнее, как, я не знаю способа определить, где заканчиваются полезные данные в разделе. Поэтому вы можете предварительно с помощью какой-нибудь утилиты для работы с разделами, которая понимает уменьшить раздел, и после этого уже его с помощью утилита надо копировать. То есть, я считаю, это более такой рациональный и безопасный способ. Так, теперь, как мы можем получить доступ к пользователю root? Самое простое, казалось бы, да, это взять и подключиться от имени рута сразу в процесса, а шестать рутом. И некоторые операционные системы с коду это разрешают. Например, Cintos. Но, например, Debian не разрешает. И он говорит, что извините, доступ запрещен. Запретить доступ, подключаться от имени рута можно в настройках SSH-сервера. Но в Debian, например, там по умолчанию запрещен доступ от рута. И это правильно. Нынешняя ситуация такова, что, как только вы выставляете интернет-сервер на публичном IP-адресе, тут же начинает друдфорсить, да, то есть перебирать пароль. Если у вас по умолчанию запрещена возможность подключиться от рута, то, соответственно, невозможно его взломать. Нет, я имею в виду, что не сервер, а перебором невозможно получить пароль рута, потому что просто на любой запрос система будет отвечать «нет», да, доступ запрещен. Скорее всего, BroadForce это именно рута, потому что во всех системах есть пользователь root. А предугадать, какие еще пользователи есть в системе, довольно... Поэтому лучше подключаться под непривилегированным пользователем и уже потом переключаться на пользователя root. Какие есть способы? Можно использовать утилиту SU, то есть супер-юзер. Можно без вот этого вот дефиса, но лучше с дефисом, так как там это говорит утилит, что нужно установить соответствующие переменные окружения. Здесь я и так, да, супер-пользователем. Но утилита SU позволяет становиться не только супер-пользователем, но и любым другим пользователем. А вот я стал непривилегированным... Ну, любым пользователем я так могу стать. А если непривилегированный пользователь хочет стать root, ему нужно знать пароль root. Соответственно, как узнать, кто я сейчас? Есть команда hoa mai. А кто это? Более расширенная информация о текущем пользователе видна при использовании утилиты ID, которую я уже использовал. Соответственно, видно UID, GID, и в каких группах состоит пользователь. Какие еще варианты есть? Утилита SU, да. Да, мы привыкли говорить о SU-да, но судя по английским, как-то по видеозаписам на английском, они говорят SU-да. Знаете, супер-юзер do. Что позволяет делать сутилита SU-да? С помощью нее нужно как стать напрямую с супер-пользователем, так и выполнять команды от имени супер-пользователя. Разница с утилитой SU в том, что не нужно знать пароль root. Достаточно знать свой пароль. Мы говорим, что мы доверяем этому пользователю, выполнять действия от имени root, и он использует свой собственный пароль. Чем хорошо? Во-первых, не нужно говорить пользователю пароль root. Не обязательно его знать, чтобы выполнять какие-то действия. Во-вторых, его действия логируются. В-третьих, с помощью утилиты SU мы не можем ограничить как-то возможность пользователя. То есть, он прямо становится ру-план, и все. С помощью утилиты SU-да можно разрешить только какие-то определенные действия. Как это работает? Отлично. Давайте попробуем прочитать какой-нибудь лог. Что у нас там еще есть? Вот, например, у нас нет прав на чтение этого файла. Можем воспользоваться утилитой SU-да. Но нам говорят, что, извините, доступ к утилите SU-да для пользователей юзер запрещен доступ. Потому что он не в файле SU-DiRs. SU-DiRs это файл с настройками для утилитей SU-да. Как мы можем добавить, разрешить доступ? Здесь мы можем вставить return и воспользоваться командой VSU-да. Сразу попадем... То есть, откроется редактор V с настройками... ...содержимым файлом SU-DiRs. Можно любым другим, да? Просто здесь даже используется не столько V, а сколько редактор по умолчанию. Это, естественно, мы и знаем, то откроется в другом редакторе. И здесь перечислены пользователи, у которых есть полный доступ. Например, пользователь root. Мы можем добавить пользователей юзер точно с такими же настройками. Ну, а теперь... Что значит... Сейчас чуть попозже подавлю. Да, расскажу сразу. Что значит, нам придется перелогиниться. И вот теперь... ...мы сможем... Ну, видимо, в файле просто ничего нет. Суда не ругалась, а мы смогли выполнить какое-то действие. Чтобы стать рутом, мы можем использовать команду sudo-i. Давай мы стали рутом. Это более предпочтительный вариант, чем распространенный вариант sudo-su. Мы исполняем команду su от суперпользователя и становимся рутом. Плохой вариант с точки зрения переменных окружения, да и вообще-то лишней работы sudo-i и все. Отлично он удалил отсюда. Есть другой вариант. Мы можем просто добавить пользователей в группу sudo. Кстати, не показал. По идее, обычно здесь задан пользователь root. Вот здесь вот. И есть группа. Вилл. Обычно используется группа sudo, в которую мы можем добавить пользователя, и он опять же сможет пользоваться утилитой sudo. Ну, давайте вилл так вилл. Мы можем добавить пользователя в группу, например, вручную. Есть команда wg. Куповил. Перелогиниваем венсин. И вот оно работает. Так получилось, что это все, что я хотел рассказать по занятию. Поэтому давайте поговорим про sudo по подроби. Честно, я уже не помню нифига. Но у нас есть справка, так сказать. Судо, да. Что еще нужно понимать? Она... В некоторых операционных системах она идет по умолчанию, а в некоторых ее надо устанавливать. Например, в дейдинге, да. То есть по умолчанию она не установлена. Хотя в Ubuntu, наоборот, она идет по умолчанию. У самой команды sudo есть какие-то параметры. Например, когда вы использовали команду sudo и ввели пароль в течение 15 минут, если я не ошибаюсь, вы можете использовать команду sudo без ввода пароля. Однако, если вы встаетесь с рабочего места и вы знаете, что вам надо залучить, ну, то есть чтобы никто не мог быстренько сесть и выполнить команду. Можно выполнить sudo –k. Сбрасывает time. Также можно задавать параметры, да, от какой группы запустить. Вот –i, да, то есть войти. От какого пользователя запустить. Можно, наоборот, продлить таймер, да, команда –lose. Тогда вы сможете дольше. Есть набор команд, которые вам помогают. Например, vsudo, да, то есть сразу отредактировать файл sudoers. Есть команда sudoedit. Где-то там какой-нибудь файл. То есть вы напрямую редактируете файл от имени суперпользователя. Опять же, ну, используется редактор по умолчанию. Мы можем задавать то сущность sudoers, да, кто может редактировать, где. Можем создавать наборы команд. Да, что значит где. Например, у вас есть много серверов и некий единый файл sudoers, который распространяется на эти все серверы из единого хранилища. И вам нужно, чтобы в зависимости от сервера, допустим, одного и того же пользователя, был разный доступ. То есть вы можете указать, на каком сервере, какому пользователю, что делать. Да, опять же, есть группы. Можно создать Elias, да, full-timers, то есть работники на полный рабочий день, совместители, webmaster. Можно задать, от кого, да, запускать, доступ к каким системным пользователям есть. Можно набор серверов, да, по именам, по IP-адресам, по группам IP-адресов. Можно задавать группы команд, которые, правда, полностью, да, тут прописываются. Можно менять какие-то внутренние эти, ну, настройки переопределять. Можно сделать так, чтобы всем пользователям запускать любые команды, да, all на любых компьютерах без пароля. Да, то есть можно сделать так, что указать пользователей, которым даже вообще пароль вводить не нужно для того, чтобы выполнить команду. Например, у вас есть группа администраторов, каждый заходит под своим именем пользователя, но у всех одинаковый доступ. И вы можете сделать группу таких пользователей, дать ей возможность выполнять команду вообще без пароля. Просто, чтобы лишний раз не напрягательный. Каким-то можно, наоборот, сказать, что да, вы можете все, но пароль вам нужен. Можно сказать, что вот этому пользователю, да, есть, они могут, может выполнять любые команды, но только на определенном хесте, да, и так далее. Например, на любых хостах, да, вот можно, может выполнять, ну, вот этот некий оператор, да, входящую группу операторов. Только определенные команды на всех хостах. То есть можно довольно гибко это все регулировать. Примеров может быть просто масса, может наоборот, можно запрещать, да, то есть он может выполнять на серверах, да, команды, которые находятся вот в этой директории, утилиты все выполняют. Кроме определенных, да, кроме заданных. Ну вот, у нас есть четкий список, например, да, команды. Да, да. Вот так. Тебе нет смысла это перепечатывать, потому что ты можешь взять и открыть статьи, да, и почитать. А вот это, что там, да, как раз, да, может все на стене? Да, да, с параметра можно ограничивать, ну и кучу всего, да, вот можно запрещать. Если вы знаете, что одна, то он может просто исполнить, да, грубо говоря, на всех машинах. Все равно она одна. Что такое шелс? Шелс это алиэс, да, это набор команд, с которыми мы задали выше. Некий стив может выполнять, да, вот стив, выполнять команды, ну там, исполнять, запускать исполняемый файл, да, фактически. Из этой директории, на машинах вот в этой сети, но только в качестве оператора. Ну как, он входит в группу операторов. И так далее, и так далее, да, чтобы вот здесь есть такие, ну как, мнемоники, да. Кто, где, от имени кого и что. От имени кого, то есть ему надо указать, что я хочу там выполнить от имени оператора. Можно вообще более детально. Кто, где, от имени кого, что, да, я через запятую перечислять. От имени кого, какие команды он может выполнять. То есть можно большие сложные наборы делать. Вот, например, да, от имени оп, такой-то команды выполнять. Или от имени такой-то группы, или более детально, да, от такого-то пользователя, такой-то группы. Есть юзер алиас, то есть это группы пользователей. Run, S, те же пункты, да, да, да. Близкие понятия. Хостеля, набор хостов и набор команд. И есть разные умолчания. Вот такой вопрос, что там был, значит, root, отсюда и еще while, по-моему. Вилл, да, группа. Это группа. Через пациента это именно группа обозначается. Да, указание групп. Да, кстати, файл самодокументирования, да, то есть там довольно все подробно. ПОСЛАДА и НООПОСЛАДА, да. То есть мы можем указать, что вот такие-то команды, ну это как ключевые слова. Нужно вводить пароль. Для килл нужно ввести пароль. Для каких-то команд не нужно вводить пароль. Подстановочные знаки, да, то есть можно, вот как я говорил, параметры описывать. Соответственно, как обычно, да, звездочка ноль или больше символов. Вопросительный знак один символ. Заводанный диапазон. И отрицание это надо, ну это нет, восклицательный знак. Да, вот если так, это взрыв мозга и вам это понадобится только если вы будете писать файл стоерс. Шанс есть, но небольшой. Редко кто-то заморачивается, хотя довольно удобно. Можно также импортировать. Да, то есть мы можем разбить файл стоерс на под файлы, допустим, для разных групп, чтобы просто удобнее редактировать. Потом они будут инклудить в основной файл стоерс. В инклуде могут быть подстановка, да, минус h, имя хоста. То есть мы можем написать для каждого хоста отдельный файл с настройками и он будет динамически инклудиться. В зависимости от серфиса. Можно сложить просто все файлы в некую директорию, инклудить не конкретный файл, а директорию. Это стандартный такой способ, зачастую во многих утилитах так сделано. Да, можно даже посмотреть. Видите, довольно много вообще этих директорий, директории .c с точкой devcon. Точно так же можно с суда. Ну да, это просто общепринятое такое название. Удобно, ты просто создаешь в этой директории файл с настройками какими-то конкретными и они автоматически используются. Просто как договоренность, чтобы было понятно. Да. Теоретически это может быть любой вообще. Да, да. Абсолютно верно. Смотрите, да, файлы обрабатываются в определенном порядке, а лексически, да, то есть это как-то не человека такой понятный способ. То есть 1 будет идти после 1.0, да, просто потому что знак там подчеркивания у нас там имеют, ну, в другом порядке, я не могу адекватно объяснить, но вы поняли. Да, это как в Windows у вас идет 1, 10, 11, 12, там 2, 20, 21. Поэтому если вам нужен конкретный четкий порядок, пишите 0, 1, 0, 2, 0, 3, так. Ну, кратенько так, да, давайте вопросы. А про include.dir, то есть там получается, когда добавляют include в директорию, что это значит? Что происходит? Что include все файлы внутри этой директории. То есть все добавляются в? Да, грубо говоря. То есть при использовании delete sudo они все просматриваются. Вот, собственно, об этом я и говорил, да, лексически. Да, то есть мы можем задать приоритет, пронумеровав файлы внутри этой директории, но с указанием нуля в начале, да, потому что иначе там будут косяки. Когда на редакции у меня открываешь cbs, там есть после точки и сингла, они что-то означают дополнительные линии? Это где? Можно cbs видеть. То есть это комментарий, и тут довольно много информации. Можно просто почитать, посмотреть. Хотя в начале взрыв мозга, да. Но, посидев там полчаса, в принципе, можно просто. Мы просто через Ургун, то, собственно, тут открыл судно-рс, и в церкви написал судно-рс.xxs8. Да, 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 да. Когда происходит редактирование с помощью судо-эдит, то создается некий временный файл, и потом он подставляется вместо основного. Ну, такая технология. Я думаю, что там за марокко справа, да, чтобы, может быть, от имени... Давайте посмотрим, в конце концов. Да. Да, вот у нас создался некий файл здесь. Да, он создался от имени пользователя, под которым мы это дело запустили. И потом уже при сохранении, ну, и при выходе из редактора, его содержимое подставится вместо основного файла уже с правами суперпольза. Еще вопрос. Так, а в DBN нельзя зайти, получите логиниться от рута? Можно, с помощью утилиты SU. То за что? Да. То есть вот при запуске системы PSSH? От рута нет. Нет, это после установки PSSH вы можете подключиться только от непривилизированного пользователя, а потом стать привилегированным пользователем с помощью утилиты SU. А SU, естественно, можно поставить, но по умолчанию ее нет. Как-то интересно сделать, заключается настройка логин, да, отмещает? А в DBN тоже застрашиться нельзя, но там есть сразу SU. И там по умолчанию в Ubuntu вообще не задается пароль рута. Ну, то есть невозможно никак зайти под рутом, кроме как суда минусай. Но он как-то создается автоматически, получается. Ну, рут-то все равно создается. Да, конечно, он есть, но к нему можно зайти только из-под непривилизированного пользователя, зная пароль этого пользователя. То есть у них у всех есть по умолчанию доступ к суду. А в DBN там нет SU, но задается пароль при создании пароля рута. То есть пользователь, который устанавливал сервер, он знает пароль рута. Он может зайти под собой и потом стать суперпользователем через SU с паролем рута. И потом можно установить SU, да и точно так же все настроить. Да, то есть без программы. Что интересно, как сделать логин, чтобы утилиту настраивать, чтобы нельзя сейчас сообщать. При запуске системы это же логин первая, а утилиту, получается, она не разрешает под рутом? А, при... по SSH? Нет, при запуске с машины. Ну, по SSH понятно, SSH дизд запрещает. Да. А вот именно при запуске системы. Нет, когда есть локальный доступ, в Debian можно зайти под рутом, конечно. Нет, если есть локальный доступ, то есть либо у вас есть клавиатура, либо если у вас есть там ENC, либо тут вам ПВМ, например, доступ, то вы можете, пожалуйста, из консоли вы можете. Откруметаля ... ... ... Продолжение следует...